Официальные наклейки Чемпионата Европы по футболу от ТОПС уже в продаже на маркетплейсах. Ты можешь собрать полный альбом. В упаковках игроки, капитаны, евролегенды, а также золотые наклейки с автографами. Ссылки в описании. Всем привет, друзья! Как вы думаете, где в 2024 году прошло самое главное футбольное событие? На мой взгляд, это Чемпионат Европы в Германии. И я, конечно, не мог пропустить такое событие, поэтому я здесь для того, чтобы нажать кнопку записи на моей камере и задокументировать все происходящее, оставить это в истории. В общем, мы с Дарио, вы же помните Дарио, да? Если вы смотрели наш фильм из Неаполя, значит, вы должны его помнить. Мы с Дарио взяли машину и решили проехать по Германии для того, чтобы посмотреть, как живут обычные люди в момент проведения Чемпионата Европы по футболу. Я хочу в этом фильме провести контраст между бедной и богатой Германией. Мы будем смотреть матчи вместе с сербскими иммигрантами. В то же время мы будем смотреть матчи вместе с зажиточными немцами. Я покажу, как живет бедный немецкий футбольный клуб и как живет богатый немецкий футбольный клуб. Ну и соберу для вас коллекцию интересных людей, конечно. Далибор – представитель сербской диаспоры во Франкфурте, президент любительского футбольного клуба. Саверио – потомок итальянских иммигрантов, работает над международными проектами в Mercedes-Benz. Йенс Фуге – издатель подпольных фанатских газет, хранитель знаний о ламповом немецком футболе. Габриэля – менеджер по международным коммуникациям футбольного клуба РБ Лейпциг, наш гид по тренировочной базе. Рон Ульрих – журналист из Франкфурта, который по секрету передает настоящее мнение жителей о чемпионате Европы. Так что подписывайтесь, ставьте лайки этому видео, пишите комментарии и давайте начнем. Кстати, а вы знали, что в Германии работает программа подготовки юных футболистов? Она называется Talent for the Rung – программа поддержки талантов, которая начала свою работу еще в 2002 году. Раньше в каждом регионе Германии была собственная футбольная ассоциация со своим подходом к работе с молодыми футболистами. В стране не существовало единой концепции, но запуск программы Talent for the Rung изменил все. Конечно, никто не рассчитывал на получение быстрого результата, однако немцы были готовы ждать. Отдача планировалась не ранее, чем через 8 лет, и она стала действительно осязаемой. Сборная Германии выиграла бронзу чемпионата мира 2010 года и стала победителем на Мундиале в 2014. В России вопрос развития талантливой молодежи стоит не менее остро. Ведь кому-то нужно будет представлять нашу страну, когда UEFA и FIFA снимут свои баны и санкции. И знаете, это может стать неплохой бизнес-идеей для предпринимателей. Вы когда-нибудь слышали о детских футбольных школах «Зенит Чемпионика» от футбольного клуба «Зенит Санкт-Петербург»? Я уже рассказывал о них на канале в прошлых видео. Это первая франшиза от клуба, которая дает возможность каждому открыть официальную школу «Зенита» в своем городе. Всего за пару лет существования проекта было открыто более 210 школ в 65 регионах России, а также филиалы проектов в Казахстане, Белоруссии и Кыргызстане. На мой взгляд, это неплохой вариант вложения собственных средств с относительно низким порогом входа. Объясню почему. Во-первых, бизнес в детской индустрии является наиболее защищенным от изменений в экономике, так как количество детей в возрасте от 3 до 16 лет существенно не меняется, а аудитория ежегодно обновляется. Во-вторых, родители инвестируют в развитие и воспитание своих детей. Плюс здесь нет сезонности. Занятия могут проводиться круглый год. Так что это вполне устойчивый бизнес и хорошее решение для инвестиций. И даже если у тебя нет опыта предпринимательской деятельности, ты сможешь открыть школу всего за полтора месяца, параллельно получая помощь на всех стадиях запуска, включая выбор залов для тренировок, стажировку тренеров и набор первой группы. Перед запуском ты пройдешь обучение в Академии быстрого запуска, где тебе помогут личные наставники и персональные бизнес-трекеры. Плюс ты сможешь получить кредит в банке-партнере на специальных условиях, чтобы открыть свою первую школу. Переходи по ссылке в описании к видео и оставляй заявку. Менеджер пришлет тебе все цифры, на основе которых ты сможешь принять решение. А по промокоду невиданныйфутбол ты получишь скидку в 10%. Удачи! Итак, друзья, мы почти что добрались до Лейпцига. Лейпциг на самом деле очень интересный город. Все вы знаете, что есть здесь команда РБ, Red Bull, Лейпциг. И ее здесь не очень-то любят, потому что РБ обходит всякие законы и всячески пытается забраться на вершину любыми способами, абсолютно обманными или не обманными. Но факт в том, что город разделен. И большая часть города все-таки РБ Лейпциг не любит, болеет за другие местные клубы. И я хочу показать вот этот вот антагонизм одного и другого. Мы встретимся с людьми из РБ Лейпциг, мы встретимся с людьми из команды Хеми. Это очень старый клуб немецкий, играющий в низших лигах, но это очень-очень антуражная тема. Вы сами посмотрите, я покажу вам этот атмосферный район Хеми. Зелено-белые цвета, лес и так далее. Ну и также мы поговорим с представителем РБ Лейпциг, который расскажет нам о команде, который расскажет нам об инфраструктуре и о том вообще, как этот клуб строится, даст нам более подробную информацию. Мы сможем с вами сопоставить вот эти вот две стороны. Одна за, так сказать, модерн футбол, который захватил полностью Европу, а вторая все-таки топит за нормальный, честный, локальный футбол. Погнали! Итак, друзья, для того, чтобы погрузиться в один из городов, очевидно, что необходима помощь проводника, который поможет собрать информацию, который откроет какие-то двери. Мы пойдем на встречу с журналистом по имени Фрэнк Шобер, и он нам даст историю, краткую историю футбола в Лейпциге. Давайте с этого и начнем. Все началось сто лет назад. В Лейпциге стали играть в футбол. А локомотив Лейпциг стал первым чемпионом Германии. По-моему, в 1903 году. Вот такое начало было. Все это время у нас было только две большие команды. Хемия и Локомотив не всегда имели такие названия, но именно они были нашими клубами. После того, как немецкая демократическая республика распалась, у наших клубов стало меньше денег. Эти команды бедные, и поэтому опускаются в третий или четвертый дивизион Германии. Лейпциг нуждался в большом спонсоре, в крутых игроках, и в 2009 году пришел Red Bull. После КРБ появились и деньги, и Лига чемпионов, и полные заполняемые стадионы. А все благодаря спонсорству. Это отличная ситуация для нашего города. У нас есть такой хороший клуб. Конечно, это замечательно сказывается на людях. Мы можем с гордостью сказать новость. Мы в Бундеслиге. Мы в Лиге чемпионов. Мы хороши в футболе. Это важно для города по многим причинам. На стадионе теперь много не только взрослых, но и девушек, и детей. Юные фанаты тянутся к команде, на стадион ходят целыми семьями. Мне не нравится эта история. Она опасная. Когда ты любишь футбол и свою команду, ты не можешь принять, что Red Bull это не просто напиток, а целый клуб. Я понимаю, почему некоторым фанатам не нравится эта история. И я согласен с ними, так как я не могу представить, что завтра приезжает Coca-Cola в Неаполь и говорит нам изменить наш исторический голубой цвет на красный, потому что Cola — спонсор и владелец команды. Хоть команда и без традиций, но она очень успешная. Люди ходят на их матчи. Тебе не нужны традиции, чтобы быть хорошей командой. Если ты ищешь традиции, то можешь болеть за хемии или локомотив. Если ты за успех, то тебе в РБ. Мы встречаемся с Габриэлло. Он итальянец, работает в РБ Лейпциг в отделе коммуникации. Он расскажет нам об РБ, Red Bull, как там все устроено. Он покажет нам центр, где он работает. Итак, друзья, чтобы показать антагонизм между РБ Лейпциг и остальными футбольными клубами Лейпцига, конечно, необходимо с представителями РБ Лейпциг поговорить. И сейчас мы едем с Дарио на тренировочную базу РБ Лейпциг, где мы встретимся с представителем команды, которого зовут Габриэль Леонелло. Мы спросим у него, каким образом получилось так, что в 2009 году никто еще не знал о РБ Лейпциг, а сейчас это мировой бренд. Они собирают аншлаги. 47 тысяч человек на каждом домашнем матче в Бундеслиге. Они прочно обосновались в Лиге чемпионов, но как так получилось, что бренд РБ, причем не самыми большими деньгами, стал вот таким вот успешным и мощным? Сейчас мы с Габриэлем об этом и поговорим. А вот и Габриэля. Встретили его около базы. Это наш тренировочный центр. Он был построен несколько лет назад. Это место, где собирается первая команда — юноши, со следующего года — женщины. Большая структура, в которой несколько очень хороших футбольных полей. Это один из лучших центров в Европе сейчас? Да, мы один из немногих, кто может собрать первую команду и молодежку в одном месте. Это очень хорошо. В 2009 году у вас появился бюджет на трансферы в размере одного миллиарда евро. И ваш владелец сказал, что у вас есть лишь эти деньги, и вы можете тратить их в течение 10 лет. Нет, это было не так. Это неверно? Нет. Все началось в 2006 году в Нью-Йорке. Там были звезды, и они стали частью Red Bull. И, как ты видишь, после этого они начали строить что-то подобное. Начинали с 5-го дивизиона, сформировали сильный состав, дошли до высот, до Лиги чемпионов, до Бундеслиги. Это был долгий путь, никто не ожидал такого роста. Но вышел хороший проект, и теперь мы имеем то, что имеем. Можешь ли ты показать что-то здесь? Конечно. Это часть для молодежки. А еще небольшая психологическая уловка. Если ты пройдешь по гостевой части, то быки всегда будут смотреть в твою сторону. Каждый соперник, попадая сюда, видит, что быки бегут прямо на них. Это специальный метод, который как бы говорит им, «Ну, привет, мы будем бежать прямо на тебя. Где же ты?» Итак, друзья, это тренировочный центр клуба РБ Лейпциг. Наверное, один из самых лучших в Европе сейчас, потому что недавно его закончили строительство. Вот сейчас он начинает принимать молодежные команды, женские команды, естественно, первую команду. И здесь есть такие приколы психологические, что вот эта, например, зона, она для юношеских команд, вот эта зона для команд основных, и проход между ними закрыт, и юноши могут видеть вот отсюда, из окон игроков основной команды, и это должно по замыслу придавать им мотивацию. Они видят игроков взрослой команды, и, соответственно, стремятся быть такие, как они, ну и, в общем, растут. И здесь много таких психологических приколов и выхода вот этих вот туннелей с быками, которые смотрят сначала на тебя, потом от тебя. В общем, конечно, ни с чем не сравнится. Я думаю, что одна из лучших в Европе баз 100%. Я прочитал, что РБ отдал все старые сидения стадиона местным командам. Это какая-то программа специальная? Да, конечно. Но, к сожалению, мы не можем их отдать из-за УЕФА, главы всех движений. Но я могу сказать, что наш стадион был одним из тех, который был использован во время чемпионата мира 2006 года. После завершения его постройки, количество мест составляло 100 тысяч. Чемпионату это было уменьшено до 60 тысяч. Затем пришли Рэдбул и изменили стадион снова. В 2020-м была произведена реконструкция во время ковида, пока никто не ходил на матчи. Сначала на стадионе остались зеленые и синие места для локомотива и хемии. Затем цвет сидений стал красным с белыми вкраплениями. Благодаря такой работе стадион преобразился, стал лучше. Сейчас под эгидой УЕФА он называется Рэдбул-арена. Естественно, из-за спонсорства. Ты переехал из Рима сюда? Да, я работал и в Мюнхене, но сам римлянин. Почему ты приехал работать в Германию? Какие были причины? По-честному, в Италии есть множество проблем с поиском работы. Я хотел быть журналистом. В Италии это было сложно. Я пытался и пытался, но ничего не выходило. Я приехал в Германию по счастливой случайности. Пока я ехал сюда, думал лишь об одном. Это мой последний шанс стать журналистом. Я рискнул и сделал это. Почему Рэдбул как спонсор решил выбрать именно эту команду? Я не знаю точно, но город тогда переживал рост. Был на хорошем месте в индексе уровня жизни в Европе. Если ты посмотришь на Лейпциг, качество жизни здесь очень высокое. Лейпциг входит в пятерку по этому показателю за последние 10 лет. Когда они только приехали, жило намного меньше людей. А сейчас мы перегнали некоторых и являемся шестым или седьмым городом по популярности в Германии. Мы растем быстро и сильно. Рост города и команды — некоторая параллель. Возможно, некоторые люди думают, что в Берлине слишком много людей. А жизнь здесь не такая дорогая, поэтому для переезда выбирают Лейпциг. А сколько человек работает в этом центре? Может, 500? 500 человек? Это все администрация? Нет, это количество всех, кто вовлечен в процесс. Начиная с агрономов? От них и до высших должностей. 500 — это очень много. 500 человек здесь в администрации. Ну, не в администрации, а вообще трудится 500 человек здесь на тренировочной базе. Это вместе с агрономами, со всеми вместе. Но 500 человек, представляете? Это те люди, которые поддерживают работоспособность вот этой вот огромной махины. Спасибо большое за встречу. Не волнуйся. Это было бы приятно. Я надеюсь, что у вас есть хороший момент. Я надеюсь, что у вас будет хорошо. И приятного аппетита, потому что это очень-очень красиво. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В Лейпциге мы нашли живую легенду фан-движения «Химия» и историка местного футбола. Еще во времена ГДР он нелегально издавал газеты для фанатов, за что привлек внимание Штази, попросту говоря, Комитет о безопасности страны. Его пытались завербовать, он был вынужден уехать, а после падения Берлинской стены вернулся. Насколько я знаю, ты выпускал нелегальную газету о фанатах «Химии». Поэтому ты покинул город, был вынужден сменить место жительства. Да, это была одна из причин. Когда ты молод, ты чувствуешь свободу, силу. Ты хочешь делать то, что у тебя на уме. Это было невозможно в то время. Тебе говорили, что нужно делать. Конечно, это было не то, что я хотел. Например, мы хотели выпускать эту газету. Это было запрещено. Меня хотели посадить за это. За это? На год? У них вышло? Нет, но они очень хотели. Я был на волоске от тюрьмы. Как много фанатов у «Химии»? Прямо сейчас около 10 тысяч человек. Но стадион уже полон при пяти тысячах. Запрещено пропускать больше людей на стадион. Он старый. Некоторые части нуждаются в ремонте, но мы проводим вечеринки. Поэтому это число — 10 тысяч. Помнишь ли это время, когда «Рэдбулл» появился в городе? Когда клуб был основан и стал расти? Какая у тебя была реакция насчет этой ситуации? Ты про РБ? Я следил за новостями из газет. Я читал каждый день о том, чего они хотят и что происходит. Вначале мы думали, что у них много денег, и они просто пытают удачу, основав новый клуб. Но после мы поняли, что денег у них гораздо больше. Команда росла и росла. Сейчас они очень успешны. РБ нравится многим. Такова реальность. Мне это не особо интересно. Моё сердце с «Хэми». Я смотрю немного с критической точки зрения. Коммерция, старые правила. Ты не можешь делать это или то. «Хэми» — это стиль жизни, хоть и олдскульный. Но изменения есть. Есть молодёжь с большими сердцами, которая не зависит от расизма или сексизма. В клубе они могут найти кого-то по душе, могут гордиться. Они на правильной стороне. Этим и я горжусь. Клуб начал путь к совершенствованию. Он смотрит в будущее. Это тяжёлый путь. Деньги решают всё. Но можно найти успешный клуб, который раньше был на дне. Например, «Унион Берлин». Сейчас они играют в Бундеслиге. А 20 лет назад мы играли с ними в одном дивизионе. Они выбрали правильный путь. У «Хэми» не получилось так же. Мы были на дне, без денег. Почти закрыли клуб. Сменили название команды. До этого было другое. В это же время «Унион» рос и рос. Во многих аспектах они принимали верное решение. А мы, к сожалению, нет. Мы начали заново 15 лет назад. Обновили клуб. Поднимались потихоньку. Сейчас «Хэми» в четвёртой лиге. Для нас это уже успех. Но чтобы идти дальше, необходим новый стадион. Это стоит денег. На это уйдут годы. Мы пытались ремонтировать на те средства, которые получалось выделять. Но это было всё, что мы могли. Нужно много времени. И это нужно время. Друзья, ну вот если туристический Лейпциг у всех ассоциируется, если по футбольному брать, то это футбольный клуб РБ Лейпциг, конечно. А не туристический Лейпциг, который скрыт от глаз обычных туристов, которые сюда приезжают. Вот у меня лично ассоциируется футбольным клубом «Хэми». Знаете, в чём прикол этого района? Это, ну вот такая небольшая деревенька, по сути. И вот ты сюда попадаешь, и здесь столько запахов разных. Видимо, у всех своё хозяйство. Какие-то огороды, сады. И здесь прям запах цветов, каких-то классных деревьев. И атмосфера, конечно, прям очень-очень умиротворённая. Hello? Почтальон. Развозит. Е-мейлы раскидывает. Сейчас мы направляемся к стадиону «Хэми». Посмотрим, что он у себя представляет. Я видел его только на фотографиях, но мне показалось прям это таким атмосферным местом, потому что находится это ещё, насколько я понял, где-то в лесной части. И они как такие бригады Робин Гудов. У них даже цвета, кстати, идентичны. Зелёный, белый. Очень похоже. Вообще вот на подходе к стадиону вы видите, что меня окружает. Это какой-то гаражный кооператив. Вообще нет ощущения, что ты подходишь к какой-то футбольной арене. А вон она, по-моему, торчат мачты. Входы здесь перекрыты. Здесь идёт какой-то ремонт. И вот это вот, видимо, главный вход с главной вывеской. Всё остальное перекрыто. Вообще, конечно, наивно полагать, что вот так вот сходу можно попасть на стадион, но бывало всякое, поэтому я почему-то с такой уверенностью и подумал, что мы здесь окажемся внутри. Пойдём найдём дырку какую-нибудь в заборе. Вот такая вот атмосферная арена. Альфред Кунз и Спортпарк. Вот здесь и играет свои матчи химии из Липцига. Довольно большой стадион для такого небольшого поселения. Но за команду здесь болеют много людей. Сейчас межсезонкой, конечно, никого нету. Наверное, поэтому идут ремонты. И именно поэтому здесь с полем что-то делают. То ли перекладывают его, то ли стригут, я не знаю. В общем, идут подготовительные работы к новому сезону. Слушайте, ну дверь открыта, стадион открыт. Так что у нас есть возможность посмотреть, что это. Попасть внутрь, как и обещал. Давайте посмотрим. Вот это красота. Вот это не шилиги Германии. Можете себе представить? Вы посмотрите, просто все идеально вообще. Идеальные заборчики, идеальные сидения, идеальный газон. Просто по-немецки идеально. И посмотрите, обратите внимание, что у химии вот этот логотипчик два молотка, как у Вестхэма. То есть химия тоже имеет отношение к рабочему классу. Насколько я помню, химии, это как раз от какого-то химпредприятия здесь пошла эта команда в 50-е годы. И вот до сих пор она существует, и до сих пор ее поддерживает огромное количество людей, которые проживают здесь. Паншоп расположен прямо в здании здесь, которое на территории стадиона. Посмотрим, что там происходит. где-то на верхнем этаже. Паншоп находится здесь, в этом доме. Здесь поднимаемся по лестнице, здесь старые фотографии футболистов химии. Смотрите, какая история у клуба. История побед, поражений. Вот так вот выглядит этот логотип. Кстати, классный вид из кафе открывается на стадион. Hello? То есть здесь можно просто попить кофейку и посидеть, посмотреть футбол вот с таким кайфом. Вы посмотрите, какой здесь вид. Пожалуйста, тебе просто на поле сидишь, пьешь кофе. Вот это вип-ложа, да? Вот это вип-ложа. Мы играем в четвертой лиге в Германии. Она региональная, очень интересная и развитая. Мы играем для тех четырех тысяч людей, что приходят к нам на стадион, чтобы поддержать нас. Насколько я знаю, ваш город разделен на части. В одной части фанаты РБ, в другой химии, в третье локомотива. Что ты можешь сказать об этих командах? Это ваши конкуренты? РБ нам не конкурент. Они в другой лиге. Они топы немецкого футбола. Это же совершенно другой уровень, другой дивизион. А мы играем в четвертой лиге против локомотива. И да, мы соперники. Это наши дерби. Такое для Германии важно. У нас нет такого опыта в футболе, как у РБ. Да, мы проигрываем, но на нашем стадионе, с нашими фанатами. Нам этого хватает. В последующие годы мы будем стараться идти дальше, но своей дорогой. Нам всего достаточно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Получается 4 часа и мы наконец-то во Франкфурте. В Франкфурте. В Франкфурте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы идем с Дарио на встречу с одним известным франкфуртским журналистом. Его зовут Рон Ульрих. Он автор книги, которая получила премию, очень высокую награду по спортивной журналистике в Германии в прошлом году, которая повествует о 90-летнем фанате Айнтрахте, который пережил Холокост. И, на самом деле, это очень крутое и сильное, цепляющее произведение. Сейчас Рон расскажет об этом. Вообще, я хочу с ним поговорить о том, как местные, такие как он, принимают евро, что они об этом думают, что они думают о сборной Германии. Вообще, задокументировать то, что происходило во время чемпионата Европы в городах Германии. Расскажи нам о своей книге, об этой истории, почему ты решил написать именно об этом? Сони был фанатом Айнтрахта. Он был знаменит своей большой шляпой, которую надел на финал чемпионата Германии в 1959-м. Он приехал сюда, и все в округе знали его. Сони всегда был рядом с командой. Он был своего рода публичной личностью, культом, легендарным болельщиком Айнтрахта. И это его шляпа теперь находится в музее клуба. У Сони были еврейские корни, он пережил холокост, был оторван от семьи в возрасте 9 лет. Тогда он и узнал о своем происхождении. Куда бы ты ни пошел во Франкфурте, ты увидишь эту наклейку. Это память о нем и о его истории. Это изображение даже есть на надгробии Сони. На этой фотографии он в своей знаменитой шляпе. На ней трофей Бундеслиги и Кубок Германии. Сони всегда был Сайнтрахтом. И когда клуб выиграл чемпионат в 1959-м. И когда одержал победу в Кубке в 2018-м. Причем взятие Кубка отмечали прямо здесь, на этом балконе. Всегда, когда в составе сборной есть игроки Айнтрахта, Германия выигрывает что-то. Например, чемпионат мира. Тогда победу игроки тоже отмечали на том самом балконе. Улицы были полны людей с фаерами. Ты можешь посмотреть, как это было. На сайте Айнтрахта есть видео. Айнтрахта, именно здесь место, где они праздновали взятие всех своих трофеев. А Сони всегда был рядом. Спустя 40-45 лет он рассказал мне свою историю. Как он выжил во время Холокоста, как был оторван от семьи. Его заставляли голодать. Вообще не кормили. Когда он вернулся из лагеря, ему было 14, и он весил всего 27 килограмм. Во Франкфурте он начал выступать за Айнтрахт, играть за вторую команду. Сони очень уважаем здесь. Его история это символ города, клуба, страсти к футболу и единству. Если говорить о футболе Франкфурта, Айнтрахт это главная команда города, но здесь есть еще и другие клубы, более мелкие. Можешь назвать хоть какие-то? ФСВ, Франкфурт. Они играют в четвертой лиге Германии. Еще Оффенбах. Он базируется в городе рядом с Франкфуртом. Эти клубы соперничают между собой. Хоть Оффенбах и не из самого города, но они тоже выигрывали кубок, только Гессена, в котором ФСВ и Оффенбах противостояли друг другу. Можно сказать, что эти два клуба одни из самых страшных соперников во всей Германии. Конечно, кроме них есть и еще клубы, но Айнтрахт это главная наша команда. На каждую игру собирается практически полный стадион, более 60 тысяч зрителей. Что ты думаешь о Евро 2024? Нравится ли населению то, что проводится такой турнир здесь? Или есть те, кто задается вопросом, почему мы должны тратить деньги на это, когда у нас есть сферы, в которые можно их вложить в то же сельское хозяйство? Какое мнение у народа? Мнения расходятся. Одно из самых странных обстоятельств это то, что города самостоятельно должны заниматься строительством, быть ответственными за безопасность, платить за все это. но прибыль от турнира идет к UEFA. Они зарабатывают на всем за счет городов, но не напрямую от строительства. UEFA говорит каждой компании или городу, что им можно продавать и чем заниматься. С некоторым правилом? Да, у UEFA что-то вроде мэра города сейчас. Это одна из причин, почему многие люди критикуют проведение чемпионата. Не только во Франкфурте, но и в других городах? Да, я думаю, что так повсюду. Были голосования насчет проведения в Германии зимних или летних олимпийских игр. И в каждом городе, например, в Берлине, если спросить о таком людей, они проголосуют против. Есть много других направлений, на которые можно потратить деньги. Их можно сэкономить на проведении таких мероприятий. С другой стороны, в Германии ценят то, что сейчас происходит турнир, как это было с чемпионата мира 2006 года. Он был назван летним чудом. Потому что в течение четырех недель люди веселились, отлично проводили время. Погода была прекрасная. Знаешь, пламя игры объединяет людей. У нас остались отличные воспоминания. Впервые на автомобилях у всех были наши национальные флаги, черные, красные, желтые полосы. И они были повсюду. Так что ситуация двоякая. Кто-то критикует проведение евро в Германии, а кто-то с нетерпением ждет второго летнего чудо. Соммермерчен, Соммермерчен. Спасибо большое за вас. Спасибо. Надеюсь, что вам понравилось здесь в Франкфуре. Спасибо. Друзья, я также хочу напомнить, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там много разной информации выходят. И лонгриды, и какие-то интересные футбольные фотографии, и истории. И в принципе, я рассказываю там о том, чем занимаюсь, о своей жизни. Поэтому переходите, подписывайтесь. А помимо всего прочего, там еще в закрепленном посте телеграм-канала висит ссылка на акцию, по которой вы можете перейти и смотреть спортивные события с еще большим интересом. Поверьте мне, просто о чем я говорю, я точно знаю. Вперед. Что бы ты хотел спросить? О чем ты думаешь? Семья, сын, работа с клиентами. Я бы хотел думать о чем-то другом, но иногда тебе приходится думать о проблемах. Я скучаю по сыну Дориану. Я думаю, о нем все это время в Германии. Может, ему было бы интересно попутешествовать с нами, как сейчас, на машине, проезжая много километров. Я бы хотел показать ему города, памятники в самом центре Европы и мира. Но сыну всего 7 лет. Думаю, я должен подождать несколько лет, чтобы организовать что-то похожее и с ним. Совсем недалеко от Франкфурта, буквально в 2-3 километрах находится вот такое поле для любительских команд. И здесь выступает команда под названием ФК Темпо. Темпо это команда сербских и югославских эмигрантов, которые приехали сюда еще в 60-е, 70-е годы. И команда, которая выступает сейчас, по-моему, в любительской какой-то лиге, она представляет из себя уже, по-моему, третье поколение югославских эмигрантов, которые прибыли сюда во Франкфурт и живут здесь. Я решил встретиться с человеком по имени Далибор. Далибор это президент футбольного клуба Темпо, который расскажет нам, что это вообще такое. Давай сядем тут, здесь и поговорим. Что будешь пить? Холодное пиво, моя газировка? Пиво. 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 На здоровье. На здоровье. Вы единственные здесь, кто можете играть в футбол, сидеть и пить пиво. Здесь можете не думать о всех мирских проблемах. Я помню, когда я был помоложе, мы играли с друзьями на старом поле здесь. ФК Темпо играл ФК Хорватия. Полиция приехала посмотреть на этот матч по своим каким-то причинам. В итоге они были удивлены. Мы выиграли этот матч 6-0, а после игры расставили столы, собрали мангал, всю еду, что у нас была, жарили на барбекю. Мы выпили все пиво, что у нас было. На противоположной стороне улицы был ресторан, там было пиво. Мы пошли туда с добавкой, а полиция была в шоке. Они думали, что мы поубиваем друг друга. Сейчас Хорватия в ЕС. Не скажу точно, сколько лет. В нашей команде тоже есть хорваты. Они борются с теми же проблемами. И почему ты решил основать ФК Темпо? Это сербская комьюнити. Я играл в молодежке ФСВ Франкфурт. Это была вторая лига тогда. И потом ты встречаешь парней своих друзей. И друзья играют здесь. И потом они решают уйти из других клубов и собраться здесь. Я думаю, что у Темпо во Франкфурте очень хорошая репутация среди, назовем так, иностранных клубов. Вчера у нас здесь был турнир. Люди были довольны. Здесь была и живая музыка. И продаете билеты? Да, мы продаем билеты на наши игры, конечно. Но вчера у нас был турнир, и на нем мы продаем много еды, напитков и так далее. Все это тоже идет в карман. И это часть нашего дохода. И другая часть — это то, что у нас есть пара спонсоров. У нас есть пара сербских компаний или хорватских компаний, боснийских компаний, которые здесь, во Франкфурте. Это сложная работа, но мы любим наш клуб. Много людей выросло в нем, поэтому эта работа дается намного легче. Выросли это как? Как игроки? И как игроки. Я тоже играл, когда мне было 22-23. Сейчас мне почти 50. Я вырос здесь. Теперь наши дети делают то же самое, берут с нас пример. А твои дети говорят по-сербски? Старший сын говорит очень хорошо. Лучше младшего. Это твоя личная позиция, чтобы дети разговаривали на сербском? Конечно. В том плане, что знать любой язык дополнительно — это лучше. Например, если они поедут в Хорватию или любую другую страну, бывшей Югославии, и начнут разговаривать по-сербски, их поймут. И не будет проблем с языком. То же самое с хорватским? Да, хорватские, сербские, черногорские почти идентичны, очень близки. Что происходит? Я не знаю. Дверь не открывается. Ну ты прямо как вор. Я не такой уж и хороший вор. У меня есть ключ, но я все равно не могу открыть дверь. Короче, такая ситуация. Захлопнули дверь, и теперь Дарьо пытается залезть на балкон для того, чтобы открыть дверь балкона. Let's do it. Let's do it. Yes, 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 yes. Еще чуть-чуть, давай, Дарьо. Давай, 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 давай. Отлично. Вот это да. Короче, Дарьо забрался через балкон, как настоящий грабитель неаполитанский. Забрался на балкон тихого немецкого домика в деревне и открыл нам дверь, слава богу. Сейчас можем спокойно ехать на съемки, потому что путь открыт. Итак, друзья, наше знакомство с Далибором и футбольным клубом Темпо не заканчивается посещением одной тренировки и разговорами о любительском футболе здесь, в Германии. Он позвонил и пригласил нас посмотреть матч Сербия против Англии именно на том месте, где мы встречались с ним до этого момента. Итак, друзья, мы приехали на тренировочную базу футбольного клуба Темпо. Здесь не так много людей собралось, сербов, как я себе это представлял. Я думал, что здесь прямо будет такой большой экран и будет много-много людей, но как говорит Далибор, все уехали в Гельзенкирхен там сегодня сербия играет против Англии. Короче, Дарьо, вот у него основная идея просто поесть. Вот он где бы ни находился, он всегда просто ест, 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 ест. И он все время жалуется, что типа вот я с тобой не ем. Вы знаете, друзья, вот это вот прощание с сербскими фанатами, представителей футбольного клуба Темпо мне показалось очень трогательным. И мне показалось, что эти люди как будто бы скучают по своей родине. На самом деле это не их родина, они родились в Германии, они всю жизнь прожили в Германии. Я думал, что те ребята, с которыми мы будем сегодня смотреть матч, они настолько ассимилированы в Германии, что ты не отличишь их от обычных немцев. Но на самом деле это не так. Эти люди очень скучают по родине. И это точно сидит у них где-то внутри. тренировочное поле команды со сложно произносимым названием SPVGG SPVGG OBERAD 05. Мы познакомились с человеком, который является одним, единственным ультра с этой команды. Он же агроном на стадионе, он же занимается еще какими-то хозяйственными делами в клубе. Его зовут Фабиан Кнап. Мы встретимся, поговорим, он нам все расскажет и покажет свой быт, в общем, как он живет. Ну и ответит на самый главный вопрос, зачем ему все это нужно. Мы просто заехали сейчас в какой-то лес, в лесополосу, и карта нас ведет сюда, якобы здесь расположен стадион команды OBERAD 05. Ну сейчас посмотрим. А вон и Фабиан. Он нам рукой машет, пойдемте. Фабиан. Хеллоу. 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 Когда все началось? 11 лет назад я устроился в клуб специалистом по уходу за газоном. Но за клуб я болею с рождения. Лет 15-16 назад я начал шить флаги, рисовать баннеры и так далее. Вообще, в клубе всегда был непочатый край работы. в какой-то момент я помогал организовывать безопасность во время домашних матчей. Сколько обычно людей приходит на домашние матчи в OBERAD? Ну, обычная домашка первой команды собирает примерно сотню зрителей. Сотню именно фанатов или вообще зрителей? Обычных людей. Я единственный ультрас-клуба, который занимается визуальной поддержкой, скандирует кричалки, поет песни. и так далее. И так далее. Правда, пару лет назад мне пришлось отойти от активной поддержки. Я больше занят организацией матчи. Очень важно, чтобы люди, перешедшие на игры OBERAD, чувствовали себя в безопасности. Знаешь, еще со времен ковида люди побаиваются ходить на массовые мероприятия. Но еще же есть игры молодежных команд. Сейчас сезон окончен, мы только проводим товарники, а так в день по 10 матчей играют на этом поле. Через него ежедневно проходит 1000-1200 людей. По утрам поле делится на две части, и на нем играют детки. Вечером уже играют взрослые. Сейчас идем смотреть все то, что есть внутри так сказать, под трибунных помещений футбольного клуба OBERAD. Фабиан сейчас нам покажет. Вот моя комната. Тут немного стикеров. О, это твой кабинет? Да, да. Ага. Тут вот можешь увидеть мои другие хобби. Я обожаю мотоспорт и гонки. А это что, проект нового стадиона? Это из Вены. Я поддерживаю Рапид. А, это как френдли... Рапид, да. Рапид Вена, да. Я тоже люблю Рапид Вен. А, это из-за того, что одинаковые цвета? Во-первых, из-за цветов. А, во-вторых, фанаты Рапида очень хорошие ребята. Так что, это моя территория. Давай посмотрим еще кое-что. А, это раздевалка? Домашняя? Да, обрати внимание, она в бело-зеленых цветах. А вот как раз к 5.30 сюда придет команда переодеваться. А почему ты не болеешь за Айнтрахт? Это большой клуб из твоего города, очень популярный к тому же. Я люблю и уважаю Айнтрахт, но болею за Обератт. Это часть нашего города. Знаешь, маленький футбол более душевный, он ближе к сердцу. Здесь меньше коммерции. Можно поддерживать не весь город, а его небольшую часть, верно? Я здесь родился, так что Обератт мой клуб. За последние десятилетия наивысшим достижением нашей команды был выход в пятую лигу. Сейчас мы в седьмом дивизионе. Зато наша молодежь пробилась в дивизион выше. У нас здесь хорошее молодежное отделение. Короче, на этом стадионе существует, во-первых, самая маленькая трибуна в мире, как утверждает Фабиан, вот эта вот, на которой собирается там 5-6 человек и столик такой стоит. А в остальном, вот стоишь вот так вот и наблюдаешь за футболом. Это вообще, на самом деле, концепция очень крутая. Стоя смотреть футбол, не сидя, а именно стоя. Когда ты в игре сам находишься, когда ты болельщик, но переживаешь событием на поле. И вот здесь все точно так же. А профессионалы есть в клубе? Нет, у нас нет столько денег, чтобы позволить игрокам зарабатывать только футбол. Но в прошлом мы давали дорогу в футбол парочке профессионалов. В середине 90-х команда Мюнхен 1860 забрала у нас одного футболиста. Его зовут Торстен Мессингер. И он даже поиграл в Бундеслиге. А вот этот стикер я сам напечатал. Видишь, ультрасоберат на выезде. Я его везде клею, куда я ищу. Я катаюсь сам по себе. Я уже посетил где-то 640 или 650 стадионов в пяти странах. То есть можно прийти с семьей и посмотреть футбол, а после отдохнуть вот прямо здесь? Да, тут постоянно все занято. В 10 утра уже негде сесть. В основном это родители, которые ждут своих детей с тренировок. То есть это твоя основная работа? Семь дней в неделю я занят только этим. Со вторника по пятницу начинаем в 2 часа дня, а на выходных работаем с 8 до 8. Тяжелая работа? Нелегкая. Но если ты фанат команды, на которую работаешь, то все возможно. Ну, в общем, вот так вот. Мы находимся сейчас на тренировочной поляне футбольного клуба «Оберат». Но это даже не только тренировочная поляна, это, в принципе, поляна, на которой команда проводит свои матчи. И здесь все очень мило так устроено. Во-первых, все это находится в лесу. Поле прямо вот расположено в лесу. И ты чувствуешь вот этот вот запах деревьев какого-то летнего леса. Очень прикольно. Второе. Когда проходят футбольные матчи, здесь можно делать барбекю официально. Просто ты встаешь, устраиваешь здесь вечеринку, смотришь футбол. Это очень круто для семей с детьми. Ну, а в общем, я думаю, что здесь такие болельщики приходят зачастую. Семь с детьми, которые живут рядом, которые хотят посмотреть футбол. Я думаю, что для таких людей как раз все это и делается. Итак, друзья, мы в Штутгарте. С Дарьо приехали сюда и познакомились с одним очень интересным человеком, которого зовут Саверио. Он итальянец. Ну, как итальянец, он родился в Германии, родился в Штутгарте. Здесь всю жизнь прожил. У него просто отец итальянец, и у него есть итальянские корни. Он очень любит Италию. И вот сейчас вот он прогуливается здесь вместе с нами в такой Олимпийке Италии, потому что сегодня играет Италия. И он пригласил нас в ресторан сегодня посмотреть этот матч. Италия против Албании. И Дарьо нашел с ним сразу общий язык. Я даже уже перестал надеяться, что они меня догонят. И я хочу рассказать немножко про Саверио. Саверио на самом деле очень интересный персонаж для нашего фильма. Это человек, который работает в компании Mercedes-Benz, занимается какими-то проектами внутри компании, я не знаю, по-моему, какие-то международные коммуникации. И он очень любит футбол. Просто безумно любит футбол. И сегодня мы посмотрим, кто он такой, кто его друзья. Дарьо будет разговаривать с ним на итальянском. Может быть, мы что-то подслушаем. Ну и посмотрим футбол сегодня. И посмотрим, чем вообще живет Штутгарт во время Евро. И, может быть, найдем еще каких-то интересных людей, которые покажут нам, что это за город. И как он живет. Штутгарт, очевидно, футбольный город. И в Штутгарте существует команда, которой более ста лет уже. И в Штутгарте огромные футбольные традиции, классная академия. Ну и так далее. И мне хочется посмотреть, а насколько здесь люди болеют футболом. Насколько им вообще интересен чемпионат Европы. Нужно ли вообще им это? Когда Италия будет играть здесь, с Хорватией, город будет просто взрываться. Потому что тут будет смесь итальянцев, которых тут очень много, и хорватов. Все пойдут здесь, по этой улице и до Хойштрассе. Очень большое комьюнити итальянцев живут в южной части Германии, особенно в Штутгарте. В основном они из Неаполя, еще и из Калабрии. Поэтому ты видишь тут так много итальянских ресторанов. Английский футбольный хулиган в этой куртке с пивом. Я итальянец из Лондона. Ты из Лондона? Да, мужик. Нет, нет, погнали. Я шучу. Окей, давайте. Так, мы идем в ресторан, как ты сказал? Да, да, да. Мы, скорее всего, посмотрим первый тайм матча Испания-Хорватия в городе. А потом пойдем в ресторан и посмотрим второй тайм там. А потом, конечно, большая игра Италии-Албания в девять часов. Дарья, куда ты уходишь? Куда я уходу? Я забыл свою футболку, форму сборной Италии. Мне надо вернуться за ней в отель. Она так важна для тебя? Да, потому что я в Германии и я хочу чувствовать себя итальянцем. Если бы я был сейчас в Неаполе, то не надевал бы форму Италии. А здесь хочу. Я так понимаю, что ты работаешь в Мерседес-Бенсе и занимаешься международной коммуникацией. Расскажи в деталях, что именно ты делаешь. Я один из руководителей проекта нового двигателя, который выйдет в 2025-м. И я должен следить за тем, чтобы каждый делал хорошо свою работу. Это если говорить в общем. Мы следим за разработкой, следим за качеством, следим за стоимостью двигателя, например. Мы должны координировать каждую функцию, чтобы достичь всех целей, что у нас есть. Почему ты живешь в Стутгарте? Потому что это лучший город в мире? Или почему? Или из-за этой работы? Я приехал сюда учиться. Я учился здесь, в университете Штутгарта, да. Там я встретил мою жену. Мои родители живут тоже не так далеко, всего в 80 километрах. Это и хороший город для жизни. Все мои друзья здесь. Поэтому да, это хорошее место для жизни, как по мне. Здесь, в Штутгарте, живет много итальянцев, поэтому, конечно, я общаюсь с ними. Конечно, они мои друзья. Мы общаемся, что-то делаем вместе, потому что у нас есть общий бэкграунд, и мы можем также говорить на итальянском. Поэтому да, у меня есть друзья здесь. Смотри, это шло сплатс. Это наша сессия? Да. Окей, давай. Знаете, почему Дарьо уехал от НАВСА, потом вернулся? Потому что он хотел одеть... Дарьо, Дарьо. Потому что он хотел одеть вот эту футболку. Это спешл эдишн Италия и Версачи. И Пума. И он сказал, что именно в этой футболке он хочет находиться вот здесь сейчас, в фонзоне, когда идет матч Испании-Хорватии. И в этой футболке он хочет в ресторане тоже его смотреть. Да, это неплохо. Дарьо, это perfect style. Да, мода проходит, но стиль остается. Понимаешь? Итак, это Студгар. Мы в итальянском ресторане. Саверио пригласил нас в это место. На самом деле здесь огромное количество сейчас итальянцев находятся. Сейчас я вам покажу эту атмосферу, которая вокруг меня сейчас существует. Саверио и Дарьо очень верят в свою сборную, но я, если честно, в их сборную не верю вообще. Что, Италия забивает? Прямо вот так. 1-1, да, есть шансы. Получается. Дарьо, what do you think? Мы выиграем. Выиграем, я уверен. Да, я уверен. 3-1. Саверио, поздравляю. Спасибо большое. 2-1, Италия. Мы очень счастливы. Итак, парни, какой план? Мы можем оплатить и пойти вниз по улице. Я думаю, много итальянцев будет праздновать там. Ночью должна быть тусовка. Я называю настоящий чемпионат Европы. Здесь собрались. Сколько наций здесь? Португалия, Германия, Италия, Россия. Пять наций. Пять наций прямо здесь смотрели Италия против Албании. 2-1, Италия все-таки победила. На самом деле, всегда евро, это в любом случае, в любой стране, это просто потрясающий праздник, который объединяет людей, который делает людей ближе, вне зависимости от любых предрассудков, идей, чего-либо еще. Саверио, я хочу сказать, что здесь не только хорватская комьюнити сильная, но и албанская тоже. Давай найдем албанское комьюнити здесь. Они проиграли нам. Пойдем, поговорим с ними. Погнали. Пойдем. Ты хочешь драться? Не-не, я не боец. Я тебя поддержу. Ты поддержишь меня? Да-да, я сниму тебя в процессе. Я не боец, я не боец, я мирный человек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, сколько я сказал, полицейские просто против албансов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, в Германии, как и во всем мире, пожалуй, нет ничего одинакового. И люди здесь живут по своим законам, по своим правилам, по своим убеждениям, по своим бюджетам. И мы собрали для вас, в общем, ту коллекцию людей, которая попалась нам в первые две недели путешествия. А вот что происходило во вторые две недели путешествия, как мы передвигались, с кем мы встречались, смотрите во второй части этого фильма. Подписывайтесь здесь на YouTube, подписывайтесь в Telegram. Ссылка есть в описании к этому видео. Поддерживайте нас лайками и комментариями. Всем пока!